Синкотел Максимум 10.1 Панель прикрывает защитное покрытие, под которым находится дисплей, окантованный белой рамкой. Задняя панель сделана из анодированного алюминия голубого цвета. Все разъемы функциональной элементы расположены в верхней части планшета. На левой боковой грани расположена кнопка включения блокировки и совмещенная клавиша регулировки громкости, а на противоположной грани находится вход для карт microSD. В верхней части устройства размещены разъемы microUSB и miniHDMI, клавиша перезагрузки, гнездо для подключения зарядного устройства, микрофон и разъем на 3,5 мм для подключения гарнитуры. И, наконец, на задней панели нашлось место для объектива камеры и решетки музыкального динамика. Вес планшета составляет 290 грамм, а его толщина не превышает 8,9 мм. Новинка оснащена 7-дюймовой сенсорной IPS-матрицей с разрешением 800х1280 пикселей. Экран отличается свойственными для IPS-матриц качествами, естественной цветопередачей и большими углами обзора. Хотя планшет относится к сегменту недорогих устройств, смартбук 7HD собран качественно. Его корпус не скрипит и не люфтит. Благодаря небольшим габаритам планшетом удобно управлять даже одной рукой. Встроенный музыкальный динамик выдает достаточно громкий и насыщенный звук, которого вполне достаточно для просмотра фильмов и прослушивания музыки в домашней обстановке. Устройство работает под управлением операционной системы Google Android 4.2 с практически эталонным графическим интерфейсом. Пакет предустановленных приложений практически не отличается от набора приложений в Syncatel Maximum 10.1, за исключением предустановленных сервисов Яндекс и Литрес. Последний интересен тем, что открывает владельцу планшета трехмесячный доступ в библиотеке лицензионных книг, в которой насчитывается свыше 5000 наименований. Кстати, аппарат поможет переключить основной интерфейс операционной системы в режим ридера Литрес всего одним тапом. У планшета SmartBook 7 HD две камеры. Фронтальная камера делает снимки с разрешением 640 на 480 точек и отлично подойдет для видеозвонков по Skype. Основная 2-мегапиксельная камера делает фотографии с вполне приемлемой цветопередачей и максимальным разрешением 1600 на 1200. Что касается видеосвязи, то она происходит в формате HD – 1280 на 720 точек. Эта модель создана на базе системы на чипе Albiner A31s, которая состоит из четырехъядерного процессора с ядрами Cortex-A7, тактовой частотой 1,2 ГГц и графического ускорителя PowerVR SGX544MP2. Кроме этого, здесь используется 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти для хранения данных с возможностью расширения при помощи карты microSD. В синтетических тестах планшет не бьет рекордов, но при этом демонстрирует неплохой уровень быстродействия по меркам бюджетного устройства. Таблетка оснащена модулем Wi-Fi BGN. Для синхронизации с компьютером предназначен разъем microUSB, а с помощью переходника USB OTG к планшету можно подключить накопитель. Вывести изображение на большой экран поможет интерфейс mini HDMI, хотя соответствующий кабель вам нужно будет приобрести отдельно. Встроенная батарея емкостью 3000 мАч обеспечит планшету до 5 часов в режиме просмотра видео и активного использования игр. Это не слишком много, но вполне приемлемо для недорогой модели. Если использовать устройство в более щадящем режиме, читать электронные книги и выразить просторы интернета, заряда смартбук 7HD хватит почти на полный световой день. Несмотря на позиционирование, планшет отличается качественной сборкой, необычным окрасом корпуса и отличным уровнем быстродействия.